Протаранил автобус, дедушка не увидел поезд, распылителя допросит следком и усугубил пробку. На первом городском место происшествия эксклюзив, неподдельные эмоции, то к чему равнодушным быть нельзя. Если вы вдруг пропустили выпуск, наши новости можно найти в соцсетях. Я Сергей Пичугин, здравствуйте. И вначале о том, кто пострадал после столкновения автобуса и БМВ. Два человека пострадали в аварии на перекрестке улиц Варовского и Попова. Там вечером столкнулись автобус второго маршрута и седан БМВ. Судя по фото, это был лобовой удар. Все детали расскажет Михаил Вагин. После удара пассажиры автобуса сразу предположили, что водитель БМВ в состоянии опьянения. Судя по фото, удар был приличный. Немецкий седан как будто врезался в столб. На самом деле, это был угол, не фаза. По данным ГАИ, 33-летний водитель БМВ был трезвым. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны. Скорее всего, водитель автобуса второго маршрута поворачивал налево на улицу Попова. А вот откуда ехал пилот на БМВ, пока не ясно. Возможно, по встречной полосе. В итоге в аварии пострадали 31-летний водитель и 36-летняя пассажирка автобуса. По факту аварии полиция начала проверку. Медики устанавливают тяжесть полученных травм. Михаил Вагин. Место происшествия. На ЖД-переезде в поселке Возюк Апаринского района поезд врезался в автомобиль АК. А все из-за невнимательности 89-летнего водителя малолитражки. Через пути он поехал на красный сигнал светофора и при этом не заметил локомотив. По данным следственного управления на транспорте, после удара мужчине оказали первую помощь. Инфраструктура железной дороги не повредилась. Сейчас следователи проводят проверку по 263-й статье Уголовного кодекса. В таком возрасте управлять машиной занятие небезопасное. Два человека получили травмы в результате аварии на дороге Среднеевкина-Нижнеевкина. Больше информации об этом и других ДТП за сутки в нашем обзоре. Это произошло 3 октября в 17 часов в Куменском районе между Среднеевкина и Нижнеевкина. По предварительным данным, 43-летний водитель Веста не справился с управлением. Машина в кювете врезалась в дерево и опрокинулась. Пострадал мужчина и его 45-летний пассажир. Медики оказали пострадавшим помощь. В Орлове произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. По предварительным данным, водитель Нивы Шевроле наехал на 9-летнего мальчика-велосипедиста. Ребенок травмировался. Ему потребовалась помощь медиков. А в Кирове на улице Воровского столкнулись два автомобиля. Шевроле Нива и Ниссан Альмера. Удар получился сильным. Пострадал 4-летний пассажир седана. На место ДТП выезжала бригада скорой помощи. Сергей Пичугин. Место происшествия. Следственный комитет начал проверку по делу распылителя. Напомним, 25-летний Илья на двое суток парализовал работу крытого скейт-парка на улице Спаской. Он забежал в зал, где проводились тренировки с детьми и распылил два перцовых баллончика. Аэрозольное облако попало в коридор и во все помещения здания. Пострадали несколько десятков человек. Большинство из них – дети. Дети, конечно, все напугались, все побежали, родители помогали. Все дети начали кашлять. Потому что этот перцовый баллончик был распылен не только в самом помещении, но и когда он побежал, он сопротивлялся, тоже им брызгая. Каш, уйди! Тут дети, ***, что делаешь? Уйди, тут дети, уйди! Ты мой телефон помаловка, правильно? Уйди! Миша, Миша! По каждой из этих ситуаций я обращаюсь в полицию, пишу заявление, их уже более 15 точно. Полиция никак не реагирует. Знаю, что ему пару раз дали штраф на 500 рублей. Я бы хотела добиться того, чтобы его убрали подальше от меня, и он никогда не лез, не подходил и не пугал меня. По данным полиции, официально пострадавшими признаны 4 человека. Детей среди них нет. Ход процессуальной проверки контролирует председатель Следственного комитета России. Сегодня в Кирове от бытового газа погиб 16-летний подросток. Мальчик был любителем снифинга и вдыхал пары для развлечения, но, видимо, доза токсичных веществ была слишком высокой, и подросток скончался. По данным полиции, газовый баллончик погибшему купил неизвестный мужчина. Обнаружен труп 16-летнего подростка, который вдыхал приобретенный по его просьбе неустановленным мужчиной бытовой газ. Реанимировать подростка не удалось. В настоящее время прорабатывается вопрос для взрослых лиц, послуживших посредниками в приобретении несовершеннолетними запрещенных видов товаров. Сейчас все материалы по этому случаю, переданные в Следственный комитет, уголовное дело не возбуждено. Полицейские просят взрослых не покупать подросткам газовые баллончики и зажигалки. Суд наказал 35-летнего водителя Лансера за привычку ездить пьяным за рулем. Летом он под шофе катался по Большой Суботихе, и его остановили полицейские. Выяснилось, что в Ипевоху уже лишали прав за нетрезвую езду, но он так и не одумался. В итоге суд дал ему 360 часов обязательных работ и лишил прав на 3 года. Но это еще не все. С учетом позиции государственного обвинителя суд применил положение статьи 104 Прим Уголовного кодекса России и конфисковал, то есть обратил в доход государства транспортное средство, которое использовалось подсудимым. А теперь видео от наших подписчиков и зрителей. Напряженным выдалось утро для водителей, ехавших по улице Романа Ердякова. А из-за газелиста оно стало еще более нервным. Шофер не захотел ждать несколько секунд, чтобы потом беспрепятственно объехать автобус. Он решился на рискованное опережение и задел зеркало пазика. Хотел как лучше, получилось только усугубить пробку. Сломал не зеркало, но все представления о безопасном вождении. Водитель Тойоты на улице Попова, лихач, на огромной скорости выскочил на встречную полосу и начал обгонять встречные машины по дальнему свободному ряду. Срочно разжаловать в пешеходы. Все берега попутал и водитель рейндж-ровера на улице Ульяновской. И он напролом поехал по встречной полосе, чтобы объехать пробку. Найти и перевоспитать. Будь готов, что тебя не пропустят. Именно это должен держать в голове каждый водитель, который пытается проскочить с улицы Комсомольской на Азино. Пример водитель Ларгуса. Он не посмотрел вовремя на знак и не понял, что ехать прямо ему нельзя. Почему нельзя вовремя занять нужный ряд? Сразу пять машин проехали на красный сигнал светофора в Кировочепецком районе. Перед перекопом из-за ремонтных работ ограничили движение. Но соблюдать ПДД готовы были далеко не все водители. Там не хватает камеры с автоматической фиксацией нарушений. И на этом у нас все. Отправить ваше видео можно по этому номеру телефона через мессенджеры или с помощью электронной почты. Остерегайтесь телефонных мошенников, а по пьяным водителям. Кстати, сегодня пятница. Лучше звонить в ночной патруль. 45 50 02. До свидания.